Арсен Фадзаев, вопрос по категории 74 килограмма, в которой вам тоже доводилось в личной карьере выступать. Вес, где вы предложили конкурс своеобразный, кто угадает всю четверку, приз был поездка на будущие Олимпийские игры. Насколько сложно было угадать, вот вам лично? Я думаю, что приблизительно мы понимали, это вместе с Михаилом Герезеевичем и Амаром Муртезалиевым мы решили этот конкурс провести. Буквально сидели вчера за обеденным столом и вот родилась такая идея, потому что мы спорили, мы не то что спорили, мы думали, кто станет, кто в этом месте выиграет в итоге, у кого мнение. И когда наши меры разошлись, я говорю, давайте объявим конкурс. И решили. Ну, я думаю, посмотрите на этих мяч, Джамалов, Хедик, наш, тоже чемпион мира. Они все чемпионы мира. Но Седаков, это последний чемпион мира, который в этой весовой категории был, реально прошлогодний чемпион мира. Важный стал он, последние два года он стал чемпионом мира в этой весовой категории. Даже в советское время ты хорошо помнишь, что нам не всегда удавалось забирать именно этот вес. Самый тяжелый вес был? Самый тяжелый вес, потому что в мире была большая конкуренция. Но я думаю, между этими ребятами в дальнейшем будет большая конкуренция, потому что мы понимаем, что кто-то год не боролся, кто-то полтора года не боролся. Поэтому это все сказывается. Но они все достойны. Они достойны, будут представлять. Они сегодня, каждый из них, это лидер в своей весовой категории в мире. Последний вопрос. Раз разошлись мнения, на кого ставку делал Амар Магомедович Буртазалиев? На кого мы мяшили и на кого ты делал? Мы ставки так не делали, но мы говорили, естественно, Амар сказал, что на сегодняшнего чемпиона, сказал Амар, но он из Дагестана, нормальное явление. Я сказал так. У меня сомнение, потому что я знал, что чемпион сегодняшний, он очень хороший парень, перспективный парень. Но Седаков тоже непростой парень. Но, знаете, вот таких ставок мы сами не делали. А мнение Мамея Швили? Нам, Мамея Швили тоже 50 на 50, потому что нам некорректно все-таки дело ставка, потому что они для нас, нам главное, чтобы в сборной был сильный лидер. И очень важно, что не только один человек, а как в советское время буквально за тобой пятерка стояла. Абсолютно правильно. В этой весовой категории стоит четверка, четверка или пятерка чемпионов мира. Это важно. Ну вот получается, что проблемная в советские годы категория 74 килограмма сейчас имеет, ну, серьезный такой запас, и можно любого, по сути дела, из них везти на чемпионат мира. Я думаю, даже не только там четверка, а может семерка, восьмерка, там достойные ребята очень. Ну я желаю теперь, чтобы как Федерация Дзюдо Международной страна имела право, если в рейтинге кто-то два лидера, двоих везти. Потому что, ну, несправедливо, если два сильнейших в мире, а один не попадает. Тем более, когда борются наравне, абсолютно наравне, и тогда, конечно, хочется, чтобы они вместе ехали и там решали уже на международном ковре, на ковре чемпионатов мира, олимпийских игр, кто сильнее.